Любимые мои, я вас приветствую. Приветствую на своём канале. И сегодняшняя тема видео «Уверенность в себе». Сегодня я провела флау-практика АЭЛ-медитацию, и именно эта тема была. Мы, конечно, непосредственно во время самой медитации производили трансформационные аспекты, мы меняли убеждения, мы работали с нейронами головного мозга, формировали, закладывали совершенно новые программы. Это было очень сильно, это было поистине очень мощно. И хочу рассказать предисловие. Ещё где-то два дня назад эта тема начала постепенно раскрываться. У меня всегда приходит информация, и порой я знаю, что необходимо дождаться, пока произойдёт такая, знаете, полная распаковка. Так вот, вчера вечером перед сном, знаете, как все уже пазлы, они пришли. Сейчас, конечно, я не буду вам проводить для вас медитацию, всегда вас жду на своих практиках, вот, но я хочу донести идею, и это уже, на мой взгляд, может для кого-то быть ценным. Когда я стала смаковать на вкус понятие уверенности в себе, вообще обычно, как человек воспринимает уверенность, да, это такая энергия, напористость, что... В чём бы это ни казалось, да, и так далее. Ко мне пришла вообще другая информация. Ко мне пришла информация, что уверенность в себе – это прежде всего уверовать в самого себя. Уверовать. Это истинное, божественное верование в свою божественную суть. Это верование в свой совершенный организм, в своё здоровье. Я глубинно мы эту тему разбирали, и мы смотрели, как на протяжении огромного количества времени происходит, знаете, такое уничтожение. уничтожение на уровне ДНК. А вообще это, вот знаете, когда такой ген, да, он уже там ещё немножко и будет просто отсутствовать, что наш организм – это уникальное божественное творение по самоисцелению, по саморегенерации, по самоочищению, по самонаполнению. Но благодаря, ну, конечно же, фарм и всё, что с этим связано, постарались на славу, и всё, что сейчас происходит в пространстве, это, знаете, как просто внедрить, усугубить и дорасширить неверование в свои силы. А силы начинаются прежде всего с обретения здоровья, прежде всего с осознания в нашей головушке, что ты пребываешь во здравии, твой организм совершенный. Но мы его уничтожаем, как только можем, на уровне мысли, на уровне эмоций, на уровне поступления в организм всевозможных лекарственных препаратов, да, ну и так далее. Вот, поэтому мы очень много об этом говорили, исцеляли эти программы, верование в свои силы, верование. Что такое вера? У веры есть действие, напористость и так далее. Нет. Там есть пустота, потому что вера равно любовь. Любовь и вера. Это прям чувствуете, ощущаете. Я так немножечко вам прокачку, да? Что это такое? Там это безусловность, там нет доказательства, нет надобности доказывать кому, что бы то ни было. Если мы говорим про момент надежды, да, очень часто нас призывают надеетесь, надеетесь на то, надеетесь на то. Но в понятии надежда заложено сомнение. А когда мы сомневаемся, мы прежде всего сеем внутреннюю неуверенность, и она может касаться любых аспектов здоровья, аспекта социального, материального, духовного и так далее. Истинная вера, она безусловна. Истинная вера и есть любовь. Истинное верование в свой божественный свет. Истинное верование в свою уникальную природу. Истинное верование в своё дело, которым ты живёшь, которым ты наполняешь, которому ты отдаёшься. Наполняешь каждое мгновение. Истинное верование в творческие, свои уникальные способности. Истинное верование, что тебя всегда держит за руку Творец, Высшие Силы, называйте, как хотите. Истинное верование в то, что та ситуация, которая здесь и сейчас образовалась, это наилучшее, наивысшее из всего, что могло быть. И неважно, с каким это полюсом, с плюсом или с минусом. То, что сейчас кажется нам порой полный, жёсткий минус, оказывается таким невероятным плюсом, если ты перейдёшь в состояние осознанности, ты проработаешь те аспекты, благодаря которым вообще для чего эта ситуация была создана. Поэтому истинная вера в вера — это сродни пустоты, которую ты приобретаешь в момент медитации, когда происходит тотальное расширение, когда происходит тотальный инсайт относительно того, что это и есть любовь, это и есть божественное проявление, которым наделяют нас высшие силы в любой момент нашей жизни. И к этому можно прийти через осознанность, это можно поймать через просто какие-то внезапные озарения. И вот эта вот глубина осознания, когда нет надобности доказывать, когда нет надобности сражаться, когда нет надобности переходить вот в это состояние, уверенный в себе человек, да, а когда, наоборот, ты на это смотришь с точки зрения полного тотального покоя, естества и свободы. Вот такими мыслями я хотела с вами поделиться. Насколько вы прочувствовали и вообще поняли суть, напишите мне в комментариях, особенно это касается моих единомышленников. Вот, я вас всех обнимаю, мы вас любим, целуем. Очень, очень сладкий, очень, мой зая. Ты, мой зая. Скажи всем пока-пока. Маленькая мама на копья. Вот, мы вас целуем. Веры вам истинной, истинной. Да, люблю, конечно, конечно, люблю. Пока-пока.